Лето – время раздолья для подрастающего поколения. В этот период дети любят погонять на велосипедах, гироскутерах, скутерах и прочем двухколесном транспорте. Родители покупают эти средства передвижения детям, полагая, что это тот же безобидный велосипед. Однако даже на двухколесном коне можно сильно травмироваться. Что уж говорить о мопедах и подобном транспорте с мотором. Лето поэтому и называют мотосезоном. Только для одних это удовольствие, а для других это строгий контроль. Особенно для сотрудников ГИБДД. В основном весь автопарк, мотопарк выходит именно в летний период, когда уже наступило тепло, жара. Кто по дачам поехал, кто на озеро. То есть это самое актуальное сейчас, когда плюс 25-30 градусов. В первую очередь надо проверить техническое состояние перед выездом. Наличие обязательно документов при себе, неважно управляет полноценным мотоциклом или скутером категории М. Для многих подростков подвезти на своем двухколесном транспорте друга не проблема. Покататься с ветерком в юном возрасте мечтает каждый. И это понятно. Только при этом молодежь либо забывает надеть шлем, либо пренебрегает этим вовсе. Ну и самое основное при управлении именно мототехникой, соблюдение скоростного режима. То есть для мотоциклов в жилых зонах это не более 20. В городе не более 60. Сейчас в некоторых городах, как в Московской области, так и регионах скорость ограничили. Но 50 километров в час, это нельзя превышать. Вне населенных пунктов на дорогах общего пользования 90 и на автомагистрале не более 110 километров в час. Нынешнему молодому поколению, как мы знаем, море по колено. Но взрослым надо найти слова, которые удержат подростков от опасной беспечности. Когда были введены изменения в правила дорожного движения, скутеров было достаточно много. И молодежь без прав, без каких бы то ни было лишних юридических заморочек, спокойно каталась по городским улицам на скутерах. Часто, как мы видели, без шлемов, часто по два, по три человека на одном транспортном средстве, что, конечно же, запрещено. К чему это приводило? Примерно по статистике, по статистике травматизма, скутер попадал в каждое десятое ДТП. Понятно, что до 20 лет говорить о какой-то ответственности, о ярко выраженном инстинкте самосохранения сложно, да. И вот представляете, такие парни уносили с собой не только свою жизнь, но и забирали с собой пассажиров. Конечно, это было очень печально. И самое печальное, почему это случалось, почему так происходило. Одна из причин – это то, что люди в таком возрасте очень безответственно относились именно к экипировке. В настоящее время скутеры пользуются большим спросом среди мотолюбителей. Многие взрослые и подростки считают скутер безобидным видом транспорта. Но это глубокое заблуждение. Основное – то, что родители покупают детям эти скутера, не подумав, что именно управлять ими могут, имея водительское удостоверение категории М либо А1, именно с 16 лет, никак не ранее. И хотелось бы обратиться к родителям. Прежде чем купить скутер ребенку, подумайте о безопасности и здоровье своих детей. По статистике, на данном виде транспорта чаще всего и попадают в ДТП. По словам заядлого мотоциклиста Андрея Родионова, перед тем, как сесть за руль скутера, нужно подготовить для этого всю необходимую экипировку. Когда ты едешь без шлема сам, и ты понимаешь, чем ты рискуешь, ты в 10 раз больше будешь осторожен, выполняя какой-то маневр или принимая какое-то решение. И отсутствие какого-то наставника, отсутствие коллектива, опытных людей вокруг, отсутствие человека, который мог бы подсказать, к сожалению, для молодых людей – это огромная проблема. Если вы видите, что подросток собрался ехать на мототехнике без необходимой экипировки, остановите его и убедите ее надеть. Речь идет о его будущем и, возможно, о его жизни. Игорь Чернышев, Дмитрий Курунов. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова